МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь этого металла начинается в рудниках Центрального Казахстана. Проходят через дробилки обогатительных фабрик. Печи металлургического комбината и цех электролиза. Между прочим, медь один из самых используемых в мире металлов. По объему производства и по потреблению она уступает только железу и алюминию. Как добывают медь на одном из самых крупных металлургических предприятий Казахстана? Расскажем в программе. Жисказган-Улытауский регион, Центр Казахстана. Это один из очагов древней металлургии в Евразии. Здесь даже названия говорящие. Урочище Жисказган переводится как медные копии. Темиршитау – гора кузнецов. Жизды – богатая медью. Посещая Жисказган, караваны грузились в медью, серебром, малахитом, азуритом. В одном направлении на запад шли до Византии, обратно в другом направлении на восток в Китай. В верхнюю часть месторождения там залегает самородный медь. Вот самородный медь они грузили. В 30-е годы прошлого века первый казахстанский геолог Каныш Сатпаев доказал, что в Жисказганском регионе находится одно из самых больших месторождений меди в мире. Их промышленную разработку ведут уже больше 100 лет. Желандинский рудник – один из самых молодых в регионе. Шахта бурится, взрывается, взрывная работа, руда добывается, отробится через дробилки, через конвейер на горы, на конвейер через экскаваторами, дальше на железнодорожный транспорт и дальше на фабрику. А рядом фабрика уже имеет завод на готовую продукцию. Катонно-анодный медь уже. Путь шахтера на смену начинается в раздевалке. Специальная экипировка для спуска в шахту. Обязательно бушлат. Обувь, кстати, тоже со специальной защитой. Ну, вроде все, спуск готов. Остается пройти медосмотр, получить снаряжение и в путь. Салатся. Салатся. В обязательном наборе фонарь и самоспасатель. В критической ситуации запас воздуха в нем позволит продержаться в шахте до 300 минут, пока не придет помощь. Жила. Она изменчивая. И она изменчива в мощности, она изменчена в плане, она в направлении может играть лево-право. Само название желандинское месторождение, если корень желанды, это как на русском периоде земля, как траектория земля получается, руда двигается. Портал, это поверхность. Достаточно транспортный уклон. По ней спускаются люди, техники. Вторая параллельный штрейк, по ней конвейер. Работают шахтеры на глубине 200-300 метров. В каждом проходческом забое своя бригада и техника. Ежедневно они вгрызаются в скальную массу на 5-6 метров. Отверстие, которое мы бурили, вот это называется шпур. Их заряжает, наполняет, заручит материалом. И мы палим, считайте, на 3 метра она уходит вглубь. Своё дело бурильщики знают. За месяц каждый забой удлиняют на 150 метров. У нас сплочённая бригада. Мы от друга зависим. Мы сами крепим забой, бурим забой, сами заряжаем. У нас есть поэтому хозработы. Рукава тянем сами себе, вентиляцию. Если вода в забое, воду качаем. Ну, в общем, проходка это такой тип работы, он не особо лёгкий. После взрыва специальная техника отбивает острые углы и очищает место забоя. Теперь его стены нужно закрепить, чтобы избежать обвала скальной массы. Каждое просверленное отверстие, шахтёры называют его шпур, направляют пневматикой 8 вот таких ампул. После того, как раствор схватывается с отвердителем, болт, который попадает в эти ампулы, он может держать нагрузку до 15 тонн горной массы. Приходим, смотрим забой, оцениваем. Если обезопасно, хорошо, то заезжаем. После росписи горного мастера я закрепляю забой, после меня идёт уже бурение. Я к этому, для безопасности, я уже подготавливаю. Самосвалы сгружают руду в специальные накопители. Оттуда она идёт на конвейерную ленту и начинает свой путь на поверхность. Так будущий металл впервые попадает на солнечный свет. Пока это бесформенные глыбы руды. Содержание меди в них меньше 1%. Чтобы повысить концентрацию, камни отправляют на обогатительную фабрику. Руда, которая поступает в шахт, рудников, мы её дробим, измельчаем, флотируем и отправляем на цех ФСО, где идёт сгучение, фильтрация и сушка этого медного констрата. После чего медный констрат с содержанием где-то 35% передаём в работу медзавода. В цехах огромной фабрики больше 1700 сотрудников. Их общая задача превратить огромные камни в медный концентрат. Что для этого с ними только не делают. Поступает руда диаметром 1200 мм. Она дробится до 350 мм. Потом руда по транспортерной ленте поступает на средний цех. На каждой из стадий дробления размер руды уменьшается. В цех измельчения камни попадают уже 20-ти миллиметровыми. Дальше начинаются чудеса физики и химии. Руду мы получаем, измельчаем на стержневых мельницах. Три стадии процесса измельчения. Дальше отправляется в процесс флотации. За счёт подачи воздуха, реагентов, работы флотационных блоков мы получаем медисодержащий продукт, получается медный концентрат. Эти пузыри на самом деле металл. В жидком виде по километровым трубам он идёт на следующую стадию переработки. Жизказганский медипловильный завод – это большая часть металлургического дивизиона корпораций. В год мы двумя заводными Балхашскими и Жизказганскими медипловильным заводом перерабатываем около 1,6 миллиона тонн концентратов. Эти массивные бассейны называются сгустителями. Сюда попадают медный концентрат из обогатительной фабрики. В объёме это у нас 1500 кубовый сгустителя большие. Радиусом 30 метров. Глубина 2,7. Концентрат у нас осаждается и всё, идёт осаждённый концентрат на фильтрацию. В этой металлической гуще содержания меди уже 47%. Остаётся её высушить вот в таких барабанах. Дальше медный концентрат с реагентами или шихту превратят в гранулы. В таком виде он попадёт в электропечной цех на плавку. Мы гранулы получаем с цеха подготовки шихты, получаем через транспортённые ленты, потом через наш участок, через кривковые конвейера и через загрузочные течки прямо в печь. Отлитые здесь плиты называют черновой медью. В электролитном цехе их погружают в ванной серной кислотой. Медь растворяется и наращивается на катоды теперь уже в чистом виде. Вся таблица Менделеева в этой ванне, она приходит в руде же, всё есть, железо, осмирение, там, я не буду переселять. Чтобы катоду, когда процесс идёт, растворение, не прилипало ни серебро, ни золото, мы заливаем желатин. Он отбивает, получается, он к катоду не прилипает, а опускается на дно. Из растворённых в кислоте примесей дальше извлекут драгоценные редкоземельные металлы. А сама медь на катоде уже готова с литой, который можно отправлять предприятиям-потребителям. Вес отгрузки одной партии в пределах 60 тонн получается. И мы в месяц отгружаем от 200 до 250 вагонов. Часть меди попадает на литейно-механический завод. Это местный старожил. Работает с 1951 года. На заводе делают детали и запчасти для горнорудного дела, обеспечивают продукции, рудники и обогатительные фабрики Жисказгана Лытаусского региона. Медь основа для производства бронзы. Здесь из нее делают вкладыши для электровозов на рудниках или втулки для дробилок обогатительной фабрики. Получаем бронзу, рубим ее, никель, олова, закладываем все это в печь, потом идет расплав до температуры 1200 и выливаем в формы. Другая часть меди идет на соседний завод медной катанки. Это полуфабрикат для изготовления проволоки и кабельной продукции. Катанка в очень больших объемах отправлялась в Китайскую республику. Доходило до 100-100 вагонов в месяц. Сейчас отправляем не только по Казахстану, есть потребители Белоруссии, Татарстана, России. Жисказганский регион, один из самых крупных производителей меди в мире, местный завод каждый год выпускает до 200 тысяч тонн чистой катодной меди 4 девятки. Большая часть идет на экспорт. У нас сейчас 90% экспортируется. Вся Европа получает. Основные переработчики, основные создатели кабельной продукции, аккумуляторных батарей с использованием медной фольги. Это в основном Германия, Западная Европа. Сегодня Казахстан входит в первую десятку стран по запасам и двадцатку по экспорту меди. Так что в электромобилях Китая, электронике Европы, линиях электропередачи СНГ есть и частичка казахстанской степи. КОНЕЦ